В правительстве развернулись острые дискуссии о компенсации малообеспеченным жителям роста цен на электричество после открытия рынка с 1 апреля 2014 года. Представители Министерства экономики заявили, что администрирование компенсации должно взять на себя Министерство благосостояния, которое в свою очередь попыталось отказаться от этой функции. Как заявил министр экономики Вячеслав Домбровский, если обязать компании по торговле электроэнергии заниматься вопросами компенсации, они не захотят выходить на свободный рынок. И может сложиться ситуация, когда электричество домашним хозяйствам будет продавать только латвэнерго. В разговоре с Микс ТВ Домбровский также рассказал о том, как можно помочь малообеспеченным не почувствовать рост цен на электроэнергию. Нашей целью заключается в том, чтобы мы субсидию, которая была в стартовом тарифе, продолжали платить только тем, которые являются малообеспеченные люди. Есть два способа, как это делать. То есть можно деньги по прямую довести до малообеспеченных через самоуправление, через пособия для квартир. Как это делается? Ну, принятый способ поддержки малоимущих людей в нашей стране. Но можно это также и вставить в скидки в те цены, которые предлагают торговцы электроэнергии. То есть, ну, последние месяцы правительство шло на сценаре, что это будет часть пособий для квартир. Но после дискуссии вчера в коалиции, партнер по коалиции все-таки склоняется к точке зрения, что лучше это делать через, то есть, предлагая прямые скидки для потребителей электроэнергии, через торговцев электроэнергии, таких как Латвэнерго, Болтком и так далее. То есть, ну, это значит, что нам нужно теперь начинать работать над этим способом решения того, как мы обеспечим то, что малоимущие не почувствуют роста цен. Напомню, как сообщил министр благосостояния Олды Саугули, скидка может составить 5 евро в месяц, то есть 60 евро в год для одного домашнего хозяйства. Заместителя руководителя службы неотложной медицинской помощи Мартинша Шитц, раскрывшего имена погибших и пострадавших в золе тузской трагедии, одному из порталов, восстановили в должности. Об этом сам Шитц рассказал в интервью радиостанции Болтком. Он также добавил, что в понедельник уже был на работе, а печатанный кабинет был открыт в его присутствии. В пятницу вечером я получил очень поздно звонок, утром получил для дачи объяснение некоторые вопросы, вечером получил звонок, не могу ли я сегодня в полдевятого быть на работе, зайти в отдел, мне ознакомили с рядом документов, восстановили на работу, потому что сегодня, завтра исчезает уже полный три месяца. То есть вы с сегодняшнего дня восстановлены в должности? Конечно, с некоторыми ограничениями, да, оказывается, мои компьютеры, не знаю почему, переданы в полицию. Мне, наверное, как очень некомпетентному вопросу катастрофы лишили возможности убить среди тех руководителей службы, которые ответственны дежурной, которые, когда нет никого, чтобы дежурные отвечали за решение, за принятие решений в отсутствии директора. Мартин Шиц также отметил, что на протяжении последних трех месяцев был лишен зарплаты, отпуска и, соответственно, отпускных, на которые очень надеялся. По этому поводу он намерен обратиться в суд. Напомним, Мартин Шиц отстранили от занимаемой должности сразу после того, как он передал информацию о погибших и пострадавших в золе Туцкой трагедии портала necropol.info. Продолжение следует... После избрания Бранта сказала журналистам, что решение обалонтироваться на должность председателя Конституционного суда было принято не спонтанно, а после переговоров с другими судьями. Фактически это не было мое спонтанное решение. Это было общее решение с коллегами. У меня действительно мало времени осталось до окончания срока полномочий. Но должны прийти молодые коллеги из Верховного суда. Нигунер Кусынь, что же новый человек в Конституционном суде. Поэтому было принято решение, что было бы честно по отношению к коллегам дать им время войти в работу. Поэтому я и согласилась возглавить суд. Председателя Конституционного суда предстояло переизбрать в связи с истечением срока должностных полномочий нынешнего председателя Гунера Кутриса. Он тоже участвовал в заседании Конституционного суда и после избрания Бранта на должность председателя сказал журналистам, что это хороший выбор, так как Бранта знает все нюансы работы. Председатель Конституционного суда должен не только знать специфик работы, но и, по словам Кутриса, уметь руководить коллективом и разъяснять обществу решения Конституционного суда, а также представлять Конституционный суд на различных совещаниях вне привычной работы Конституционного суда. Конституционный депутат Центра Согласия Андрей Клементьев подал на портал monobals.lv инициативу по сбору подписей населения за остановку реформы здравоохранения, связывающей медицинские услуги с уплатой налогов. Клементьев заявил, что ему, как члену Комиссии Сайма по труду и социальным делам, не удалось убедить коллег в том, что новый закон о финансировании медицины вызовет проблемы, перекроет доступ к лечению значительной части населения и приведет к снижению качества услуг. Депутат ссылается на мнение общественных организаций, в частности Латвийской ассоциации семейных врачей, Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, Латвийского союза свободных профсоюзов, который также не устраивает этот закон. Клементьев считает, что законопроект нужно вернуть на доработку в Минздрав, а также провести по нему широкое общественное обсуждение. Латвийская ассоциация Виктор Янукович сумел объединить все социальные слои Украины в едином протесте против него. Теперь, когда главная цель протестующих достигнута, возникает вопрос, что делать дальше. Такое мнение в эфире радио «Болтком» высказала представитель Латвийского украинского конгресса Елена Федорова. Нужно было очень постараться, дабы таким образом объединить Украину. Я имею в виду Януковича. Вышли бизнесмены, вышли студенты, вышли политики, вышли священники. Это же насколько нужно было наследить. И там не было какой-то четкой позиции. Почему сейчас происходит такая неразбериха немножко, можно сказать, да? Такой хаос. По той простой причине, что главная цель, основная цель была снять олигарха, коррумпированную власть, которая была представлена в Украине. На сегодня цель достигнута. И вот теперь, а что делать дальше? По Чернышевскому, что делать? Отмечу также, что на Украине уже стартовала избирательная кампания в преддверии досрочных выборов президента страны, которые назначены на 25 мая. Согласно календарному плану, с 25 февраля началось выдвижение кандидатов, которое продлится до 30 марта. Присоединение Латвии к НАТО в 2004 году было важным политическим шагом, который определил развитие государства, а также обезопасил Прибалтику от того, что сейчас происходит на Украине. Такое мнение в эфире радиостанции «Болтком» высказал экс-министр обороны Латвии Атес Лактерис. Я думаю, именно это нам помогло избежать таких ситуаций, в том числе, как сейчас переживает Украина. И я думаю, какая-то в этом плане политическая консеквентность нам помогла. И я думаю, в любых ситуациях очень важно, чтобы не метаться. Можно идти направо-налево, но все-таки надо принять решение в этом направлении, так сказать, продвигаться. Мы имели такие гарантии безопасности, как вы в то время, в первой независимости, о которых мечтали. Например, первый министр иностранных дел Латвии, когда Латвия вообще создалась, Зигфрид Мейровец, он мечтал о возможном союзе, там, Балтийских стран, еще что-то. Да, это обсуждалось. Это обсуждалось. Не все только обсуждалось, он над этим работал, а другие там сопротивлялись. Он видел дальше, он не успел это сделать. Мы сумели. Стоит напомнить, что ровно 10 лет назад, в этот день, САЭМ принял в окончательном чтении закон о присоединении Латвии к договору НАТО. Депутаты Рижской думы установили тариф на проезд в городском общественном транспорте в размере 60 центов за одну поездку для всех пассажиров, вне зависимости от декларированного места жительства. Напомню, 6 февраля во время встречи министра по делам самоуправления и защите окружающей среды Эйна Рацелинскиса и председателя Рижской думы Нила Ушакова была достигнута договоренность о скидках для всех пассажиров. Министерство и думы договорились начать работу над поправками к закону о самоуправлениях с целью усовершенствования учета функций Риги как столицы. Рижская дума обязалась обеспечить в этом году из средств городского бюджета финансирование скидки в 50% себестоимости проезда в общественном транспорте, то есть действия тарифов 60 центов и для рижан и для приезжих. Предприятие Ригас микроаутобус «Усадекс» с 1 мая хочет повысить цены на проезд в маршрутных микроавтобусах, сообщил на заседании комиссии Рижской думы по лицензированию пассажирских перевозок представитель предприятия Адриан Болденс. Стоимость проезда при оплате эталона может быть повышена с 70 евроцентов до 1 евро, при покупке у водителя с 1 евро до евро 20 центов. Болденс добавил, что вопрос о цене будет еще обсуждаться. Не исключено, что повышена будет только стоимость проезда при оплате у водителя. На это уже среагировал мэр Риги, который написал в Фейсбуке, что не даст повысить цены на проезд в рижских маршрутках. Бывшая министр внутренних дел Латвии, ныне руководитель гостиницы «Отель де Рома» Линда Абумери отказала антифашистским организациям снять помещение в гостинице 16 марта. В день, когда в Риге проходит шествие латышских легионеров. В интервью радио «Болдком» она заявила, что не допустит, чтобы ее гостиница использовалась для организации провокаций против мирных жителей. Ясно, что эти люди не собирались там организовать конференции о провокации против государства. Я как министр внутренних дел предыдущие годы видела подобные ситуации и не буду никаким образом мою гостиницу вовлекать в политику или в провокации. Это относится к любому человеку, который решит, что он может снять номер гостиницы, потом кидаться, например, в мирных людей какими-то вещами или выкрикивать из гостиницы любые фразы. Это мешает и бизнес, и гостям гостиницы, и Риге как городу. В свою очередь глава латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен считает, что своим отказом Линда Абу-Мэри продемонстрировала свои политические пристрастия. Прекрасно все видели, все прошедшие годы, что в гостинице Рояль-Хотел ничего кроме конференции не происходило. Но госпожа Абу-Мэри просто показала свои политические воззрения. Если честно, то я, в общем-то, даже признателен, что она совершенно честно мне сказала, что она ни за что не допустит наших мероприятий в своем отеле. Понимаете, есть другие отели в городе Риге. Международная конференция, на которую приедут гости из многих стран, просто она пройдет в другом месте. И я так полагаю, что не в худшем, и где персонал будет настроен более дружественно. Мы определились, но, извините, в силу вот такого нездорового ажиотажа я не хочу называть место, просто не хочу его называть. Отмечу, что 16 марта в центре Риги мероприятия планируют как сторонники, так и противники шествия легионеров провести в разное время. Планируют мероприятие объединения против нацизма, даугвасванаги, общества паспала. СМС-президент Андрис Бердинш призвал не строить на этих событиях карьеру, попросив 16 марта не препятствовать пожилым людям и чтить память погибших товарищей. С Олимпийской сборной Латвии в четверг встретились сразу два высокопоставленных представителя власти. Спикер Сейма Солвит Абултани и премьер Лаймдотт Эстрауима. Выразив благодарность за завоеванные олимпийские медали, показанные высокие результаты на Олимпиаде, Абултани от лица президиума парламента, вручила спортсменам, тренерам, врачам, функционерам, спортивным федерациям и представителям Олимпийского комитета почетные грамоты. Поблагодарила за высокие достижения олимпийцев и премьер Лаймдотт Эстрауима. Вы показали миру, что может Латвия, что Латвия – это держава, заявила она, добавив, что выступление в Сочи было лучшим за всю историю участия Латвии в Олимпийских играх. Это было неописуемое чувство видеть флаг Латвии рядом с флагами двух великих держав, заявила Страуима, имея в виду серебряную медаль бобслейной четверки Оскара Мелбардиса. «Спасибо вам за то, что мы можем гордиться вами и нашей страной», – сказала премьер. На Сочинской Олимпиаде от Латвии выступали 58 спортсменов. Латвия завоевала четыре медали. Серебро взял скелетонист Мартин Дукурс, четверка Оскара Мелбардиса по бобслейу. Две бронзовые медали заработали саночники братья Шицы на санях двойках и в командной эстафете братья Шицы Мартин Шрубенис и Элиза Тирума. В четверг, 27 февраля, в Рижской школе бизнеса состоялась ежегодная презентация Essential Technology Vision 2014, в рамках которой были представлены новейшие тенденции в области информационных технологий. Руководитель Essential Latvia Максим Егоров на интересных примерах продемонстрировал присутствующим, как технологии влияют на жизнь каждого человека, начиная от машины, которая сама способна сделать аппетитный бургер, до системы здоровья, которая в считанные секунды способна определить состояние всех внутренних систем. Презентация посвящена развитию технологий и тому, как технологии повлияют на нашу жизнь. И в основном будем говорить о том, как технологии влияют на коммерческие предприятия, на то, как организовано человеческое общество. Мы создаем такой материал раз в год, смотрим на то, что произошло за год в технологиях, как изменился бизнес, как бизнес реагирует на технологии, как бизнес меняется. И поэтому раз в год мы выпускаем такого рода материал. То, что можно было бы отметить, скажем, быстро, я думаю, это развитие робототехники, которая, как мне кажется, может начинать заменять человеческий труд все больше и больше. И, как мне кажется, это нечто такое, на что нам стоит обращать внимание. На презентации были рассмотрены шесть тенденций, которые являются основными на рынке информационных технологий в этом году. Совмещение реального и виртуального миров, использование технологий в качестве рабочей силы, эффективная организация информации, значение компьютерной техники, а также система защиты данных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова